Открытый телеканал представляет Яганы. Вы слышали такое? Индейский народ, который живет в Чили, там на огненной земле где-то. У Яганова осталось полторы тысячи человек. И только одна женщина говорит на яганском языке. Даже имя ее известно. Кристиана Кальдерон. Даже имя известно. Из яганского словаря пришло слово, которое признано книгой Гиннесса, как самое емкое в мире слово. Я попытаюсь даже его произнести. Мамих лапина тарей. Мамих лапина тарей? О, смотрите сразу. Ну и что дальше? Вот, так вот. Оно означает целую фразу. Взгляд между двумя людьми, в котором выражается желание каждого в том, чтобы другой стал инициатором того, чего хотят оба, но ни один не хочет быть первым. Вот это означает вот это одно слово. Вот меня поразило, сколько может вместить в себя слово. Вопрос мой такой. Вот какова глубина слова? Слово – это вселенная. Слово – это все. То есть вы говорите, что оно вмещает в себя… В начале было слово. Вселенную вмещает в себя. Ну, вообще, это слово – это ютка и вавки. Это имя Творца? Имя Творца. Четырехбуквенное имя Творца, которое объясняет нам четыре ступени, по которым нисходит высшая эманация на его творение. Творение. Да. Ну, вот это слово. А из него все остальное. То есть, если вы говорите из него все остальное, то есть это слово есть в каждом слове, в каждом действии, вообще во всем? Во всем. Вот это ютка и вавки. Оно включает в себя абсолютно все. А что это такое за волшебство такое? Что это за тайна? Что это за четыре буквы такие, которые есть во всем? Во всем абсолютно. Ну, это и есть имя Творца, то есть, включающее в себя четыре ступени распространения света от самого Творца до всех творений. То есть, свет существует практически в каждом слове, в каждом действии, во всем? Да, да. И это слово включает в себя все слова, вообще все. Все происходящее. Вот это имя Творца включает в себя все. А вот скажите, пожалуйста, вот что, если можно, вот это четыре буквы. Вот первая буква, что означает ют? Ют – это источник света. Ют – источник света. Да. Дальше, следующее, кей. Это расширение света. Дальше, вав. Вав – это его нисхождение вниз. И последний кей? И последний кей – это облачение света в низших, существующих уже. А вот еще один такой вопрос. А вот говорят, что нельзя произносить имени Творца. Что хотят сказать этим? В принципе, его никак не произнесешь. Это как бы ни старался, потому что это буквы. И само это слово по себе не слово. Это просто код. Вот то, что мы сказали, то же самое. Ют – кей вав – кей? Да, да, да. Это код. А когда говорится, имя Творца нельзя произносить? Это то, что нельзя пытаться назвать его действие. Потому что, в принципе, от человека оно скрыто. Понял. Так что, не пытайся этого делать. Нельзя, имеется в виду, невозможно. Игорь Негода. Вот так. Кто – это может быть? Игорь Негода.